Добрый вечер. Мы с вами присутствуем на мастер-классе начисления уплаты торгового сбора. В настоящий момент я включила запись и после окончания нашего мастер-класса обязательно расскажу, где можно будет пересмотреть это видео, если, конечно же, у вас такая потребность будет. Меня зовут Екатерина Санкина. Я являюсь преподавателем учебного центра специалист и веду курсы по бухгалтерскому учету, налогообложению и программным продуктам 1С. Нашему учебному комплексу исполнится через месяц 31 год. Состоится это событие 11 ноября. Коллеги, позвольте не зачитывать те гарантии, которые вы получите в случае, если будете учащимся нашего учебного комплекса. Перейдем непосредственно к мастер-классу. В налоговом кодексе самая маленькая глава под номером 33 называется торговый сбор. Плативщики торгового сбора это организации индивидуальные предприниматели, которые осуществляют виды предпринимательской деятельности на территории муниципальных образований, городов федерального значения, таких как Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. То есть это местный налог, местный сбор и устанавливается он нормативно правовыми актами вот именно этих муниципальных образований. Ну а если это город федерального значения, значит это закон города Москвы, закон города Санкт-Петербург, закон города Севастополь. Но есть и хорошие новости, введен он пока только в Москве, никакой другой, никакая другая территория пока этот торговый сбор у себя не утвердила, не применяет. В самом конце я расскажу и покажу, где можно будет посмотреть слайды, которые я уже для вас выложила, и в этих слайдах все гиперссылочки активные. Вы сможете перейти и на разъяснение федеральной налоговой службы налог.ру, а также может быть на госуслугах мост.ру посмотреть некоторые вопросы, которые тоже по торговому сбору дают разъяснение на наши законодатели, то есть ответы на наиболее встречающиеся вопросы. Мы с вами исчисляем и уплачиваем торговый сбор с движимого и недвижимого имущества, если осуществляем в этих объектах недвижимости и движимости торговлю. Торговый сбор – это такой обязательный платеж, который уплачивают организации и индивидуальные предприниматели в фиксированном размере с конкретного объекта торговли. Сумма торгового сбора определяется налогоплательщикам самостоятельно для каждого торгового объекта, то есть если у вас, допустим, три магазина, значит по трем магазинам вы будете определять сумму этого торгового сбора. Зависит она, определяется, исходя из следующих характеристик. Для стационарных торговых объектов с торговым залом – это площадь торгового зала, а также очень важно, где этот торговый зал, где эта площадь находится. Ну, понимаем, да, что если мы находимся где-то на Тверской улице, то это большая проходимость и, наверное, цены чуточку повыше, чем на окраине Борномосквы. Если это, ну, что-то такое, да, около МКАДа или за МКАДом, то, конечно же, там, ну, порядка в два раза больше, ой, меньше будет сумма торгового сбора. Если у нас с вами нестанционарный торговый объект, то в зависимости от местонахождения. Для розничных рынков – в зависимости от площади рынков. Что нужно сделать сначала, да, как только вы начали деятельность, то есть как только вы пробили, скажем, первый чек. Ну, опять-таки, да, может быть, там, вернусь сейчас на слайд назад, обязательно, если вдруг, да, у вас возник вопрос, надо ли исчислять торговый сбор или надо ли исчислять торговый сбор, это всегда розничная торговля, это всегда именно такая торговля, в которой вот есть посещаемость людей, человеков, да, соответственно, населения. Если у вас там, допустим, склад, и вы, да, вы виваете чеки, принимаете наличные, но там куда-то развозите, завозите, но нет, конечно, это не будет у вас именно торговой точкой. Встать на учет нужно в течение пяти дней, как только вы начали такую деятельность. Ну, например, да, у меня есть там оттовая база, я совершенно спокойно работаю, 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 вдруг решила там при базе какой-то магазинчик сделать, куда будут приходить обычные покупатели. Как только я пробила первый чек или, может быть, я деятельность только свою начала, а деятельности никакой нет, то есть я очень хочу торговать, и кассовый аппарат поставила, но что-то никто не приходит. Вот как только я пробила первый чек, значит, в течение пяти дней я должна встать на учет в качестве платильщика торгового сбора. Мы сейчас с вами посмотрим, как это нужно будет сделать. При уплате торгового сбора отсутствует какой-либо отчет, который мы с вами должны представлять в контролирующий орган. Контролирующий орган после того, как получит от нас уведомление о постановке на учет, зарегистрирует в нас в качестве платильщика. Вы посмотрите, да, программный продукт 1С, я покажу сейчас, обязательно умеет определять размер торгового сбора, исходя из того, где вы находитесь, какая площадь вашего торгового зала. Квартал – это период обложения этим торговым сбором, причем здесь нет никакой пропорции, но, может быть, для примера приведу, там у нас будет такой пример. Первый мы поставили на учет торговую точку в январе, там, может быть, даже в конце, пусть это будет 31 января. За квартал мы заплатим за первый полностью торговый сбор. 1 апреля мы снимемся с учета и за второй квартал тоже полностью уплатим с вами торговый сбор. Нужно следить за тем, чтобы торговый сбор уплачивался не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием квартала. Ну, а в дальнейшем посмотрим, как при различных режимах налогообложения учесть нам этот торговый сбор. Да, вот это тот самый пример. Сейчас я, с вашего позволения, скопирую. Мне, наверное, потребуется кадастровый номер. Скопировала. Мы с вами 21 января подали уведомление в налоговый орган о начале ведения торговой деятельности. Объект наш с вами магазин, назовем его бытовая техника. Есть адрес, есть кадастровый номер, есть площадь торгового зала. Ну, если у вас такая ситуация, вы всегда можете определить, какая ваша площадь, да, либо в договоре аренды, либо, может быть, там, сами являетесь собственником помещения. Расчет торгового сбора. Ну, никогда не видел, чтобы кто-то вручную считал, да, без программных продуктов-то мы как-то не работаем, поэтому видите, что в программном продукте 1С это все выполняется автоматизировано. Мы задаем с вами регламент начисления в момент регистрации торговой точки в качестве платильщика торгового сбора. 1 апреля подадим уведомление о снятии с учета торговой этой точки нашей и посмотрим, да, каким образом отрабатывается заполнение деклараций, таких как декларация по налогу на прибыль, таких как декларация при применении упрощенной системы налогообложения по единому налогу. Ну, конечно же, да, покажу это все сейчас в программе. Мы начнем с вами с настроек учетной политики. Мы с вами с того именно момента, когда начали деятельность, установим флажок, что будем являться платильщиками торгового сбора по умолчанию, он у нас с вами никогда не устанавливается. После этого сможем зарегистрировать торговую точку, подать уведомление о постановке на учет. Ну, давайте, наверное, до следующего слайда я чуть-чуть попозже дойду. Я нахожусь в программном продукте 1С, вот, может быть, да, познакомлю вас сразу с регламентом нашей, нашего мастер-класса. У меня здесь находятся зарегистрированные, отражены три организации. Орион будет применять общий режим налогообложения, фирма доход, ООО будет применять упрощенную систему налогообложения 6%, а расход это будет доходы минус расходы и, соответственно, 15%. Какие-то операции у меня здесь уже заведены. Мы с вами переходим к настроекам учетной политики по налоговому отчету. Главное – налоги и отчеты. На слайдиках у вас тоже это все есть, если вдруг кто-то, да, забудет. Обязательно через историю изменений. Вот здесь категорически нам нельзя не устанавливать никакие флажки, потому что та дата компьютера, которая у меня есть, она не всегда соответствует с тем, что на самом деле у нас с вами в жизни происходит. Захожу в историю изменений и создаю еще одну запись. С января 2022 года, да, здесь, как вы видите, даты нету. Мы будем продолжать применять общую систему налогообложения, но еще будем уплачивать торговый сбор. Записываю, закрываю. Команду программе дала. Но еще нужно нам с вами зарегистрировать торговую точку. Выхожу из истории изменений, перехожу сейчас в раздел торговый сбор и перехожу по активной гиперссылочке торговой точки. Их здесь может быть невероятно большое количество, да, может быть, какая-то сеть, обувные магазины, может быть, там, магазины косметики, там, да, невероятного количества здесь может быть торговых точек. Так, создаю торговую точку. Магазин, бытовая техника. Тип торговой точки, опять-таки, да, посмотрите, можно будет выбрать, либо у вас павильон, киоск, торговый автомат. Это вот те самые ведетные аппараты, которые некоторое время там были льготы по нему в городе Москве. Ну, может быть, да, какие-то рыночные у вас будут площади. Вернее, не площади, а точки. Дата постановки на учет 21.01. И перед... Ага, записать не даю, просто люблю записывать, чтобы не потерять данные. Буду переходить к отражению адреса. Начну с индекса. Завела, выдает мне тот набор улиц, который к этому индексу, естественно, по ФИАСу прикреплен. Улица 905 года, дом 5, строение 2. Окей. Значит, кадастровый номер помещения был у меня в буфере обмена, я его отразила. Площадь торгового зала. Если укажу 100, обратите, пожалуйста, внимание, сейчас на самое нижнее поле, желтое, да, торговый сбор за квартал. Сразу автоматом исчисляется торговый сбор. Ну, там, может быть, да, почитаете в законе. Первоначальная величина, от которой мы с вами отталкиваемся, это 50 квадратных метров. Если у нас с вами 50 квадратных метров, то в зависимости от того округа, в котором мы с вами находимся, мы уплачиваем торговый сбор. А дальше идет уже за каждый последующий метр. Да, 60 рублей, вы видите, прибавляется, 52, еще 60 рублей. Ну, и, видимо, вот таким вот образом 57 рублей набежало. Олег, я прям сразу сейчас хочу поменять, но, может быть, там где-нибудь мы с вами около МКАДа, да, допустим, зайду сейчас адрес изменю, запомните, это величина 57, мы к ней потом опять вернемся. Ну, пусть там будет тот индекс, который я знаю, пусть это будет улица Батайский проезд, дом будет первый. Окей, посмотрите, пожалуйста, ну, не в два раза, но почти, да, в два раза. То есть если мы с вами возьмем 50 квадратных метров, это 27 фиксированная величина, если уже 51 по 55 за каждый квадратный метр. Здесь по знаку вопроса, да, мы всегда можем как раз посмотреть, из чего сложилась наша величина торгового сбора. Коллеги, я вернусь к первому адресу, который я выбирала. Какой-то там уж я не помню, Дон 5, строение 2, да, вот так вот у нас с вами была. После того, как мы с вами отразили торговую точку, обратите, пожалуйста, внимание, что у нас доступны переключатели, либо это по месту нахождения организации, либо это в другом налоговом органе. Но так как у нас с вами город Москва, это один регион, у нас будет всегда по месту нахождения организации. Уведомление можно сразу же создать, оно будет создано в, может быть, да, параллельно открою в регламентированных отчетах, и дальше уже перехожу в отчеты, регламентированные отчеты. Хочу просто показать вам, что еще пока у меня никаких уведомлений созданных не было. Мы предлагаем подключиться к ДНС отчетности. Попозже мы подключимся, когда денежки будут. Пока сейчас нет такой необходимости. Сейчас заработаем, подключимся обязательно. Да, обратите, пожалуйста, внимание, в разделе уведомлений ничего пока нет, но именно здесь я могла бы здесь создать, выбрать торговую точку, а могла бы прямо отсюда, из торговой точки, стрелочка и создать уведомление. Или выбрать из списка, да, то уведомление, которое уже у нас с вами создано. Обратите, пожалуйста, внимание, формируются уведомления, ну, понятно, да, что здесь сегодняшняя дата, хотелось бы, чтобы был январь, не буду исправлять. Сведения об объектах торговли подтянулись, исходя из той точки, которую мы с вами зарегистрировали. Записала, закрыла. Может быть, да, сразу же здесь, если у кого-то подключена 1С отчетность, можно будет отправить в контролирующий орган, я так делала много раз. Либо, может быть, да, распечатаете документы и ручками-ножками отнесете в свою налоговую. Так, я возвращаюсь к торговой точке. Ну, может быть, да, тут вот эта вот дата, она подтягивается из уведомления, она вряд ли, да, мне тут разрешит. Ну, я вот поставлю так, 21.01, зарегистрирована наша торговая точка. В общем-то, мне больше ничего делать не нужно. Я продолжаю вести свою деятельность. И обратите, пожалуйста, внимание, что отражаю доходы, отражаю расходы. Если у меня здесь уплачивается налог на прибыль, то начисляется налог на прибыль. Вот теперь, конечно, перехожу к тому слайду, который я вам сказала здесь немножечко попозже. Мы сейчас с вами начислим торговый сбор. Торговый сбор – это регламентная операция, которая по результатам регистрации торговой точки теперь, ну, где-то так на подкорке, да, у программного продукта 1С есть. После того, как мы с вами начислили торговый сбор, мы увидим, что ни при каких обстоятельствах, ну, это налоговый кодекс, да, но программа хорошо отрабатывает требования налогового кодекса. Мы не увидим, что торговый сбор, который мы начислили, будет являться расходом. Но торговый сбор, который мы с вами начислили, может уменьшить сумму налога на прибыль или авансового платежа в тот регион, в котором у нас и торговый сбор уплачивается, и налог на прибыль исчисляется и уплачивается. Захожу в операции «Закрытие месяца» и начну с января выполнять закрытие месяца. Надеюсь, сюрпризов никаких не будет. Сегодня тестировала базу. Все было хорошо. Станислав, ничего там у вас не изменилось по картиночке? Пока у меня «Закрытие месяца» проводится, хочу спросить. Так, перепровожу февраль. Обратите, пожалуйста, внимание, квадратик с цифркой 1. Первый этап, так его назовем, «Закрытие месяца». Именно здесь у нас с вами в конце каждого квартала, это март, июнь, сентябрь, декабрь, будет еще одна регламентная операция, которая будет называться начисление торгового сбора. Расчет торгового сбора. Выполняю «Закрытие месяца». Так, коллеги, ну вот сейчас, наверное, самое трудное покажу вам, что только может быть в торговом сборе и что нам нужно с вами понять. То есть смотрите, еще разочек на слайдах. Не является расходом, но уменьшает сумму налога на прибыль. Вот мы с вами сейчас посмотрим, каким образом был произведен расчет торгового сбора. Просто кликну сюда и попрошу показать проводки. Торговый сбор исчислен. Так, 54,060. Так, коллеги, что тут у меня? Ага, почему-то 54,060. Ну, наверное, а, потому что 51 квадратный метр оставила, да? Все, поняла. Дом прорабатывал, было 57, но было 100 квадратных метров. Все, оставлю как есть, хорошо? Не буду уже тут выверять. Значит, сумма торгового сбора у нас с вами составила 54,060 рублей. В налоговом учете нету никакого расхода. Запомните, пожалуйста, вот эту вот запись. Мы сейчас в бухгалтерском учете, и это принимаем расходом. В бухгалтерском учете расходы дохода мы никуда с вами не спрячем. А в налоговом учете либо включаем декларацию, либо не включаем. На точно такую же сумму при расчете налога на прибыль мы с вами можем видеть стернировочную запись. Стернирован расход в бухгалтерском учете, в налоговом учете вообще ничего нигде. Это подредактированные финансовые результаты, ведь мы с вами 44 счет когда-то списали в 90,07, он тоже у нас с вами скорректирован. 90,07 был закрыт в 90,09, и он тоже у нас с вами скорректирован. А вот теперь посмотрите, пожалуйста, это записи по начислению налога на прибыль, из которых 3% идет в бюджет федеральный, и 17% идут в бюджет региональный, или на нашем примере города Москвы. Вот мы с вами начисленный вот этот вот налог, который отразили по кредиту 68,04,1, уменьшаем, дебетую на сумму торгового сбора. Что мы сейчас с вами можем увидеть в, ну может быть, да, сейчас сформирую оборотно-сальдовую ведомость по счету 68,04,1. 68,04,1 за первый квартал, и, наверное, нужно мне на стройке выбрать уровень бюджета. Посмотрите, пожалуйста, это начисленный, вот это, да, 256,316, начисленный налог за квартал. В программном продукте этот налог начисляется ежемесячно. То есть какая-то сумма, да, была начислена в январе по результатам нашего финансового результата в налоговом учете, какая-то в феврале, какая-то в марте. Это был годовой за 21 год налог, который мы с вами заплатили, вот уже к 31,01, для удобства примера, мы с вами вышли в полный ноль. Что у нас с вами в региональном бюджете? Почти точно такая же ситуация, но не такая. Это налог за 21 год, который мы с вами заплатили, вышли к первому кварталу с нулевым сальдо, начислили за январь, начислили за февраль, начислили за март. И вот он, торговый сбор, он, естественно, уменьшил налог. То есть мы сейчас с вами заплатим вот эту вот величину, да, меньшую. Но, наверное, надо посмотреть, каким образом мы это с вами все увидим, декларация по налогу на прибыль. Наверное, да, сейчас сформирую декларацию по налогу на прибыль. Мы с вами посмотрим, что есть какие-то огрехи, есть какие-то недочеты, ну и потом в дальнейшем исправим. Обращаю ваше внимание, на слайде у вас как раз показано, наша сумма налога должна попасть в строки 265, 266, 267, листа 2, который называется расчет налога. Так, секунду, потеряла базу. Формирую декларацию по налогу на прибыль за первый квартал 2022 года. Заполняю. Ну, не буду сейчас с вашего позволения зачитывать все, что мы здесь видим. На момент подачи представления декларации, а декларация за первый квартал представляется 28 апреля, мы должны заплатить этот торговый сбор, а мы еще с вами не заплатили. Вот, давайте, может быть, да, вспомним, поменяем дату. В разделе главной персональной настройки сразу прям в избранное добавлю, мы сюда часто будем приходить. Установлю, что сегодня у нас с вами 28, нет, 25, да, 0,4, мы с вами с вами налог будем платить. Вот, сейчас посмотрим, что в декларации. В листочке втором мы с вами видим расчет налога. Есть доходы, есть расходы, есть база по налогу. Эта строка у нас с вами 120. Исходя из налоговой базы и ставки налога, исчисленный налог и видим, начисленный налог за квартал в федеральный бюджет и бюджет города Москвы. Строки, которые мы с вами только что увидели, 265, 266, 267 на слайде, пустые. И сейчас сделаем платежное поручение, уплатим. И если на момент представления декларации налог у нас с вами уплачен, то увидим здесь именно ту самую сумму, которую у нас с вами по карточке 60, ну не по карточке, да, вот по обороту на слайде ведомости. У нас же с вами 1,398,400, а здесь пока в декларации нужно заплатить, вот и не сумма налогов доплатить, 1,452,000. Так, направляюсь в платежные поручения. Банк Касса, журнал платежных поручений. Здесь есть у нас с вами такая обработка, которая позволяет создать платежное поручение на сумму сайда по соответствующим счетам, оплатить начисленные налоги и сборы. Наверное, вот я вам сейчас этот соответствующий счет покажу. 68,13. То есть мы уменьшаем на сумму торгового сбора налог на прибыль, на торговый сбор надо заплатить. Вот мы сейчас с вами на такую величину сделаем платежное поручение, оплатим в бюджет. Так, начисленные налоги все заплатим, кроме тех, которые нам сейчас не нужны для примера, а это торговый сбор. Создала платежное поручение. Да, за первый квартал совершенно верно. Платежное поручение не формирует никаких бухгалтерских записей. Бухгалтерские записи формируются после того, как будет произведено списание с расчетного счета. Провела, закрыла. Так, но мне нужно сейчас снова вернуться в декларацию по налогу. Ну, во-первых, да, наверное, здесь мы с вами, если по состоянию на 25-е, на 4-е сформируем эту оборотно-сальдовую ведомость, и видим, что налог уплачен, а если мы с вами сейчас возвращаемся к оборотно-сальдовой ведомости, по 6804, то именно такие величины, но при идеальном учете, да, тогда, когда мы столько начислили, столько и заплатили, мы должны увидеть в сумме налога на прибыль к уплате в бюджет. Так, пожалуй, я вот так вот сейчас скопирую эту цифру и в декларации, в комментарии ее помещу. Это у нас с вами бюджет Москвы, бюджет Москвы, а это у нас с вами ФБ, федеральный бюджет. ФБ. Так, записала, еще разочек нужно запомнить. Листочек второй, да, сработало. То есть, смотрите, сумма торгового сбора за предыдущий отчетный период. У нас с вами первый квартал, это первый отчетный период, да, поэтому эта строка еще не заполнена, но она будет заполняться по результатам уже во втором квартале, да, по результатам того, что было у нас с вами в первом квартале. То есть, здесь у нас с вами есть та сумма, которая внутри нашего отчетного периода была уплачена в бюджет, то есть учтена, а это будет у нас с вами нарастающий итог. Так, ну и 1 398 400, все мы с вами отработали. Запишу декларацию и уплачу сейчас сумму налога на прибыль. Так, платежное поручение я закрыла, придется снова открывать. Банк и касса, платежное поручение, оплачиваю начисленные налоги и взносы, уже, да, могу оплатить налог на прибыль. Вы видите, да, 1 398 400, создаю платежное поручение. Так, осталось только создать на их основании списание с расчетным счетом. Да, создать на их основании списание с расчетным счетом. Так. В оборот на сальдовой ведомости по счету 68,04. Вижу просто идеальную ситуацию, сколько начислила, столько и заплатила. Все, видимо, никаких пеней мне не начислить, все сделала в срок. Так, уважаемые коллеги, я напоминаю, что у нас с вами по условиям премьера главное налоги и отчеты, торговый сбор, торговые точки. Наша торговая точка снята с учет 1 апреля. Видимо, да, у нас с вами торговля не пошла, мы 1 апреля сняли. Вот смотрите, если я сейчас наступлю на нужный объект, который облагается торговым сбором в качестве платильщика торгового сбора, по которым я встала и сниму с учета, то, к сожалению, программа потом мне не отработает, она торговый сбор не начисляет. Вот есть опять-таки нюансы, которые программа не отрабатывает. 1 апреля – это второй квартал. Один день работала, один чек пробила на одну копейку. Плачу торговый сбор по полной программе. Поэтому просто сейчас вам покажу, да, может быть, такой секрет, который вы должны знать в случае, если такое произойдет. Ну, смотрите, я сейчас в июне, по расчету торгового сбора у меня вот эта регламентная операция есть. И она должна быть, да, даже если у меня уже на момент проведения вот этого закрытого месяца торговая точка снята с учета. Но, тем не менее, сейчас попробую смоделировать. Наступило снять с учета. Когда снимаем? 1.04. Снимаю с учета. Подготовила сразу уведомление, которое мы можем с вами и записать, записать, отправить в контролирующий орган. И, ну, может быть, да, здесь 1, 4 напишу, записать. Вот, посмотрите, пожалуйста, что у нас здесь есть. В торговых точках появилась информация, что торговая точка снята с учета. Если я двойным кликом раскрою вот эту вот запись информацию, то мы с вами вот здесь вот в истории, да, в состоянии, мы можем как раз посмотреть, что там с ней происходило. То есть она была поставлена 21-го, снята с учета 01-го, 04-го. Вот для корректного формирования уведомления о снятии с учета нам так нужно сделать. А сейчас просто я не буду, да, отменять пока что, да, сохранять изменения. Нет. Вот, я хочу просто, чтобы вы увидели, что в закрытии месяца программа немножечко не понимает нас, да, уже в июне она убрала вот именно операцию по торговому сбору. Коллеги, ну мы с вами что должны будем сделать? Должны будем зайти сюда в состояние, должны будем, может быть, удалить запись, что снято с учета, а потом после того, как проведем закрытие месяца, снова добавить вот эту вот запись, да, то есть либо там сохранить изменения, да. Обратите, пожалуйста, внимание, сейчас закрытие туда-сюда, у нас с вами расчет торгового сбора снова активен. Так, коллеги, ну давайте сейчас для чистоты эксперимента апрель-май-июнь выполню. Сформирую платежное поручение на уплату торгового сбора за второй квартал. Посмотрим в декларации за первое полугодие, каким образом нарастающим итогом учитывается торговый сбор. На дату представления декларации должен быть уплачен торговый сбор ранее внутри квартала. Так, значит, нам нужно с вами представить, что наступило 25 июля, создать платежное поручение на уплату торгового сбора. Создать платежное 54 на 60. Надо запомнить эту цифру, она нам сейчас пригодится. Значит, что у нас с вами еще не умеет делать программа? Программа еще не умеет запоминать те авансовые платежи, которые мы с вами заплатили. Вернее, начислили, да? Правильно, не начислили. И если мы в листе втором посмотрим на строки 190 и 200 и 180, то 180 – это сумма налога на прибыль нарастающим итогом. В втором квартале, в первом полугодии будет исчислено налог не за второй квартал, а за полугодие. Поэтому вот на сумму этих авансовых платежей мы с вами будем ручками в 220-230 строки делать записи. На что мы будем уменьшать? На суммы, которые видим по строке 190-200, но отсюда мы еще вычтем торговый сбор. Вот такая вот у нас с вами сейчас будет операция манипуляция. Захожу в 1С-отчетность, буду создавать декларацию за первое полугодие. Так, нажимаю на кнопочку «Запомнить». Хочу сейчас посмотреть на строки 265, 266, 267. Это то, что было у нас в предыдущей декларации, а это у нас с вами нарастающий итог. Здесь нарастающий итог, здесь получается тоже у нас с вами отчетный период, же первое полугодие. Так, ну и обратите, пожалуйста, внимание, сумма налога на прибыль к доплате, это строка 270-271, складывается, исходя из того, что мы с вами исчислили, за уменьшением авансовых платежей, за уменьшением торгового сбора. Посмотрите, пожалуйста, потом эта сумма попадает в раздел 1. В разделе 1 мы должны увидеть все то, что у нас с вами не уплачено сейчас. Ну, наверное, да, перехожу в раздел 1, вижу информацию, что в Федеральную налоговую службу я передаю сумму, которую нужно заплатить за, по результатам, да, второго полугодия 441 тысячи и 2 миллиона 395, а вот если посмотрю, оборотная сальдовая ведомость по счету 68-04-1, по состоянию на 30-е, 0-6-е, то мы с вами можем видеть абсолютно другие цифры, потому что вот этот налог, это налог, начисленный нарастающим итогом за полугодие, 441 тысяча, 2 миллиона 503, мы их с вами увидели в строках 190-200, вот они они, да, а сумма, которую нужно доплатить, должна быть уменьшена на сумму авансовых платежей декларации за первый квартал. Коллеги, вот она у нас сумма начисленных авансовых платежей, правда, здесь мы должны еще с вами будем прибавить торговый сбор. Так, 256-316 начислила, скопировала, в строчку 220 следующие декларации вставила. Так, 185-460, мне нужно заплатить налог в федеральный бюджет, 185-460, все замечательно, все здорово. Теперь иду в декларацию за первый квартал, миллион 452-460, помещаю в строку 230, смотрите, пожалуйста, за 271-й строкой, она у нас сейчас с вами не такая, как сальдо по счету 6804, здесь у нас с вами 996. Коллеги, нужно сюда сейчас клик-клик, прям в калькулятор захожу, прибавить сумму торгового сбора. Так, вычесть сумму торгового сбора, вычитаю, да, 54-060-54-060, нигде я там не ошиблась, 998-80, 996-880, все, буду вот так вот тогда снова заполнять, видимо, где-то я там вот наошиблась. Так, декларация за предыдущий квартал 956. Так, 900, а, подождите, 956. Так, тут у нас с вами миллион 452, миллион 452. Значит, и вычитаем сумму 54-060 торгового сбора, 996-880, 996-880. Ну, все получается, то есть вот таким вот образом, нарастающим итогом вы идете и идете и идете. Так, ну, наверное, да, сейчас что в платежных поручениях, состав. Платежи по налогу на прибыль. Легенда, что все они прошли по расчетному счету, деньги у нас есть. В оборот на сальдовые ведомости, по состоянию, да, на 28-е, на 7-е. Все, у нас с вами прекрасно, мы большие молодцы. Так, коллеги, ну, наверное, да, все сейчас позакрываю, позакрываю, позакрываю. Не забудьте, пожалуйста, что нужно сейчас будет еще, да, снять с учета торговую точку, но я уже не буду к этому возвращаться, то есть проделать все те же самые операции, которые я перед этим делала. Мы сейчас с вами подходим к более, наверное, к самому простому решению. Решение, каким образом у нас с вами учитывается торговый сбор, если мы применяем упрощенную систему налогообложения и объект налогообложения у нас с вами доходы. При этом объекте налогообложения мы можем сумму нашего платежа по единому налогу полностью уменьшить на торговый сбор, да, там, может быть, кто-то знает о страховой взнос, мы уменьшаем больше 50 процентов, если мы с вами являемся организацией или индивидуальным предпринимателем, у которого есть наемные работники, вот, то здесь целиком и полностью, но мы тогда должны с вами организовать раздельный учет доходов. И вот как только мы с вами зарегистрируем торговую точку, ставим, да, на учет в качестве платежника торгового сбора в каждом поступлении на расчетный счет, а у нас, я имею в виду, поступление на расчетный счет, поступление в кассу, да, может быть, поступление по платежным картам, розничная выручка, это аванс в налоговом учете, и мы с вами должны будем выбрать, что это у нас, допустим, действенность, которая на торговом сборе. Так, сделаю сейчас главной организацию, которая у нас с вами называется доход, иду в настройки учетной политики этой организации. Точно так же, да, захожу в историю изменений, создаю с января 2022 года, УСН доходы, да, торговый сбор, еще и плюс, создаю. Захожу в раздел «Торговый сбор», ставлю на учет торговую точку. Магазин просто напишу, кратко, пусть будет тоже 21 на 1, адрес 123.100. Так, окей. Наверное, у меня уже нет в браузере кадастрового номера в буфере обмена, вернее. Так, создаю уведомление. Подала я его, не знаю, 23 на 1, может быть, например. Ну и тут мне нужно просто будет зайти в банковские выписки, здесь кассовых операций у меня нет, ну и может быть хотя бы вот эти вот, да, 2, 3 отразить. То есть так как у меня здесь учет торгового сбора не велся, у меня аванс в налоговом учете не давал возможности выбрать доход от деятельности на торговом сборе. Я буду теперь выбирать, что это деятельность от доход по деятельности на торговом сборе. Ну, может быть, какие-то там еще доходы будут, да, но тогда по ним будет исчисляться 6% налог, а уменьшения налога производиться не будет. Осталось только сделать закрытие месяца, доход выполнить. Тут у меня совсем пустая база, даже заработная плата не начислена. Будет только торговый сбор. Так, да, в третьем разделе должны появиться у нас с вами 44 счета. Перепровожу март. Поэтому буду постепенно, поочередно перепроводить. После расчета торгового сбора появится в третьем этапе, да, вот, закрытие счетов и сдержки обращения. Так, коллеги, захожу в расчет торгового сбора, показать проводки. Мы с вами видим, да, начисление торгового сбора 57 тысяч рублей. Выполняю закрытие месяца. И хочу сейчас посмотреть на расчет налога. Расчет налога, расчет налога. Посмотрите, пожалуйста, ничего, да, такого не произошло. Почему? Потому что торговый сбор, наверное, нужно нам с вами заплатить. А мы что-то его совсем не захотели пока платить. Ну, может быть, давайте скажем так. В первом квартале и не успели заплатить. Заплатим 25.04, как и положено. Пусть это будет 25.04. Создам сейчас платежное поручение. Ну, все, заплачу, ладно. И 90 тысяч, и 57. Все, все заплачу. Так, единственное, что в банковских выписках, если уж мы, да, с вами до второго квартала идем, мне и тут тоже нужно будет подправить, что по 500 тысяч, видите, завела, что это у нас деятельность на торговом сборе. Закрываю апрель. Закрываю май. Закрываю июнь. Поспешила сейчас. Нужно будет мне частично сделать отмену закрытия месяца. Потому что в третьем этапе сейчас, видите, появились закрытия счет 44. Операция не выполнена. Обхитрю немножко программу. Вот так вот отменю операции после выполненной. Не буду полностью отменить закрытие месяца. И выполню закрытие месяца. Торговый сбор начислен. Расчет торгового сбора. Посмотрите, пожалуйста. Ну, если мы, да, там вспомним, что у нас по 500 рублей ежемесячно было, соответственно, доходы, которые мы с вами учитываем, равны 3 миллионам. Вот я эти 3 миллиона умножаю на 6 процентов, получаю 180 тысяч. Из которых, да, которые я полностью уменьшаю на торговый сбор. То есть уменьшаю на 57 тысяч. Я же не заплатила больше. Остается у меня 123. 123 налог по плате. Но мы же с вами 90 за первый квартал заплатили. Остаток 33 тысячи рублей. То есть мне уже сейчас нужно будет платить только 33 тысячи рублей. Если большой оборотно-сальдовую ведомость формирую, нам надо сейчас, да, за полугодие это сделать. Да, то мы как раз с вами видим. И торговый сбор за второй квартал надо заплатить. И сумму 6-процентного налога. Ну, он у нас с вами уменьшен и на авансовые платежи за первый квартал. И уменьшен на сумму торгового сбора. Но опять-таки там посмотрите, может быть, кто-то захочет эту сумму торгового сбора сейчас заплатить. Ну что, да, время тянуть, заплачу, там, скажем, 30-го, там, 29-го даже, 0-6-го. Давайте попробуем торговый сбор заплатить. Вот я прямо сейчас делаю. Сейчас дату 29-е, 0-6-е. Может, шеф говорит, что нам все равно же его платить. Что его там откладывать-то на потом? В банковских выписках просто вот 57 тысяч скопируют. Значит, это у нас с вами уплаченный торговый сбор будет за второй квартал. Ага, только вот тут вот мне надо подправить, что это второй квартал. И нужно будет перепровести закрытие месяца. Как вариант, да, можно пораньше заплатить, зато не платить потом второй раз налог, в том числе, да, внутри единого налога. Сейчас посмотрим, что у нас тут с вами вышло. Расчет налога, расчет налога. Так, уважаемые коллеги, ну, вы можете видеть, да, что сумма торгового сбора за полугодие, потому что мы пораньше с вами заплатили налог с нарастающим итогом с начала налогового года 66 тысяч, наверное, да, 118, вычесть 114. А так как мы 90 заплатили, у нас вообще сумма налога уменьшения. Сейчас мы с вами дебетовая сальда увидим по счету 68.12. Посмотрите, пожалуйста, вот, да, переплата даже. Так, посмотрите, может быть, иногда актуальнее пораньше заплатить торговый сбор, чтобы потом вообще не платить нам с вами единый налог. Так, коллеги, ну и все, уже у нас с вами финал. В финале мы сейчас с вами разберем начисление уплат торгового сбора на УСН 15%. Вот в этом случае там тоже нужно, да, вовремя заплатить. Вы видите сейчас выписку из книги доходов и расходов, где сокращенно, что вот по регламентной операции от 31 на 7, но при условии, да, что на конец квартала мы этот налог заплатили, мы увидим с вами это в расходах. Если заплатим во втором квартале за первый квартал, значит, в полугодие у нас с вами это будет сумма отражена. Вот, вспомните, пожалуйста, что при УСН 6% мы с вами договорились, что будем вести раздельный учет доходов. Вот здесь этого не требуется. То есть мы не должны ни доходы, ни расходы учитывать раздельное. И вы сейчас увидите, да, что такой суммы у нас с вами и не, такой возможности у нас с вами не будет. Так, что мне нужно сделать? Мне нужно сейчас назначить организацию основную, расход. Вот, организация применяет упрощенную систему налогообложения, доходы минус расходы. Главное, налоги и отчеты. История изменений создаем. С января 2022 года, ну, а по сути вы можете там, вот давайте мы попробуем с февраля, допустим, сделать, да, увидим, да, тоже 57 тысяч будет. Или вообще там с марта, да, вот все там, 31 марта, да, ты ввести не дает. Все, с марта поставила на учет торговую точку, у нас здесь УСН доходы минус расходы, будем оплачивать торговый сбор. Так, надо зарегистрировать торговую точку, мы это с вами уже третий раз делаем, поэтому уже, смотрите, сколько всего повторили. Так, дата постановки на учет, ну, пусть будет вот прям 31.03, вот так вот, 31.03, последний день, хотя нет. Ну, да, пусть будет так. Так, 123.100, так, 5, строение 2, 5, строение 2, окей, площадь торгового зала 100, 57 тысяч, ну, допустим, да, скажем, создали уведомление, подали его, пусть там даже 0.02, 0.04 в течение 5 дней, и, наверное, переходим, знаете, что, коллеги, вот я вспомнила, мне немножечко нужно тут, подредактировать некоторые записи для коррекции лучшей. Я тут ввела всякие разные поступления, а у меня некорректно заполнился счет учета затрат. Я просто сейчас поменяю, хотя бы в первом квартале, так как уж мы торговую деятельность с вами ведем, чтобы все расходы были на 44-м счете. То есть, в общем-то, не планировала, да, сейчас этим заниматься. Это так, скажем, я сейчас немножечко порядочек навожу, ввиду того, что есть некоторые недочеты в базе. Так, ну и хочу просто сейчас познакомить вас с тем, что у нас в банковских выписках ничего не изменилось. Вот у меня тут заведено поступление по 600 тысяч рублей. Обратите, пожалуйста, внимание, аванс в налоговом учете. Доход УСН никаких у нас тут с вами торговых точек нет, да, то есть не ведется раздельный учет. Так, операции закрытия месяца, январь, выполняю. Наверное, еще посмотреть нужно будет декларацию, да, нам с вами, что-то я в УСН 6% не показала вам декларацию. Сейчас делаем после того, как здесь все произведем. Так, февраль, выполняю. Март появился торговый сбор, выполняю. Вот, торговый сбор, здесь расход, да, то есть есть доходы, вы видели, по 600 тысяч ежемесячно, есть расходы, 100 тысяч оплачено и получено, ну, получается, 500 тысяч мы с вами ежемесячно заработаем. Так вот, получается, торговый сбор, в случае, если мы его вовремя заплатим, будет расходом. Сейчас, пока он у нас расходом, ну, по идее, не должен являться. Захожу в отчет и смотрю книгу учета доходов и расходов за первый квартал. Сформировать. Доходы и расходы. Обратите внимание, никакого торгового сбора здесь и нет. Несмотря на то, что он начислен, он не уплачен, да, это одно из главных условий. Именно упрощенной системы налогообложения. Там доходы и расходы у нас по оплате отражаются. Сейчас сделаю уплату. Оплачиваю начисленные налоги и сборы. Пусть это будет у меня 29.03. А, ну да, 29.03 у меня, конечно, ничего нету. Я же 31 начислила, да? 31, да, есть. Торговый сбор создаю, коллеги. Но все равно заплачу вот прям на денечек пораньше, 30.03. Иногда просто там буквально секунды программы не улавливает, чтобы уже точно мы с вами увидели по книге учета доходов и расходов. Высоздаю на основании списания с расчетным счета тоже 30.03. Осталось перепровести закрытие месяца. Закрытие месяца. Отменить за март. Выполнить. Направляясь в книгу доходов и расходов. Ну вот мы с вами видим, да, 57 тысяч рублей появились, потому что мы их с вами заплатили. То есть, соответственно, 1.800.000 минус расходы 357.000. Это база у нас с вами по налогу. Коллеги, ну некогда мне до января, да, до декабря делать перепроведение. Давайте прямо сейчас посмотрим в регламентированных отчетах. Может быть, да, даже УСН не так это интересно создать декларацию по УСН. Пусть у нас сегодня 15 января 23 года. Доходы выполняется проверка данных, а после этого мы нажимаем с вами на кнопочку «Рассчитать налог». Может быть, да, доходы, вы видите, они отражаются, исходя из того, что у нас с вами в поступлении на расчетный счет. Вот, расходы тоже в момент, если они оплачены и получены, используются для экономических, конечно же, наших выгод. Вот, значит, все это будет у нас с вами учтено. Но я уже сейчас вижу, да, в расходах 57 тысяч нашего налога имеется. Это УСН у нас с вами доходы минус расходы. Но декларация заполняется один раз в год, а налог уплачивается четыре раза в год. Авансовые платежи не позднее 25 апреля за первый квартал, не позднее 25 июля за первое полугодие, не позднее 25 октября за 9 месяцев и 31 марта уплачивается налог за год. Так, у меня фактически все, да, то есть мы после того, как этот расчет сделали, формируем декларацию. Если какие-то вопросы есть, вы можете их в чате писать. Значит, есть у нас с вами, да, в разделе 2 все доходы, все расходы. Идут они у нас с вами нарастающим итогом. Ну и, наверное, да, сумма произведенных расходов. Здесь, ну, мы точно видим, простые, да, цифры у меня были по 100 тысяч, мы видим, что 57 тысяч торговый сбор здесь имеется. Доходы минус расходы, база, которая, получается, умножается на 15%. И дальше мы с вами в разделе 1-2 мы видим с вами нарастающий итог, да, то есть столько мы должны были с вами заплатить за первый квартал, столько за полугодие. То есть за полугодие нужно всего лишь доплатить разницу, да, между 225 и 216. Здесь опять 225, но, видимо, да, там доходов никаких, там что-то у нас не пошло. И здесь то же самое. Так, коллеги, осталось только мне вам показать, каким образом все-таки увидим торговый сбор в 6% усырении. Такой же помощник сейчас откроется. После того, как расчет суммы налога к уплате выполнится проверка, мы с вами нажмем на кнопочку «Рассчитать налог». Мы видим, да, что 2 платежных поручения здесь у нас с вами было уплачено, значит, где-то мы увидим уменьшение налога на 114 тысяч рублей. Доходы 6 миллионов, а в том числе на торговом сборе 3 миллиона. Я же только полгода прокрыжила, да, поставила, что по деятельности на усы. Теперь формирую декларацию. Раздел 1.1 – это уже сумма налога к уплате в бюджет. А вот в разделе 1.2 мы видим с вами нарастающим итогом все доходы. 6 миллионов всего за год. Но потом вот мы с вами как раз можем видеть нарастающим итогом налог. То есть, в принципе, вот это, это за год включает 90, включая 180, 180 тоже включает 90 и так далее. Чуть-чуть пониже опускаясь, опускаясь. Нет у нас, да, тут никаких страховых сумм, потому что заработную плату я здесь не начисляла. Видим суммы полученных доходов и чуть-чуть пониже мы с вами можем видеть сумму торгового сбора. Ну, а если бы было у нас с вами побольше времени, мы бы за 9 месяцев заплатили, может быть, за год там где-нибудь 28 декабря и увидели бы здесь 57 на 4, если бы у нас, конечно, не была снята торговая точка с учета. Уважаемые коллеги, у меня все, но я хочу, конечно же, вам еще рассказать о замечательных курсах, которые есть в нашем учебном центре. Ждем вас, приглашаем вас, линейка теоретических курсов, линейка курсов по 1С, есть линейка курсов по зарплате, управлению персоналом и некоторые прикладные решения, торговля склад, документы оборот, розница. Хочу пригласить вас на теоретический курс по налогу обложения. Мы там с вами не работаем в программном продукте 1С, мы с вами изучаем налоговый кодекс, мы учимся в дальнейшем, подготавливаем себя, конечно же, к тому, что программные продукты все делают автоматически. По активной гиперссылочке вы сможете пройти в расписание, если вам не подходят вот эти вот даты ближайших групп, которые, в общем-то, не очень близко, а где-то через месяц с хвостиком, то, конечно же, может быть, посмотрите, выберите что-то другое, а может быть, что-то раньше будет стартовать. Курс, на который я хочу вас приглашить, длится 40 академических часов. Мы предлагаем вам самые современные методики и инструменты, даем навыки и знания, с которыми берут на работу преподаватели наши опытные практики. И по окончанию есть возможность, если вы выберете дипломную программу, это набор курсов от 250 часов, получить диплом о профессиональной переподготовке. Либо просто можно сходить на единичные курсы, получить удостоверение о повышении квалификации. Справа такой сертификат на английском языке, сертификат международного образца, который тоже все наши слушатели получают. Все слушатели обеспечиваются раздаточным материалом и предлагаю уже самостоятельно там потом почитайте в программе, чему вы можете научиться. Естественно, познакомитесь с такими аспектами налогового кодекса, о которых даже вы сейчас не подозреваете. Посмотрите, что вы будете знать. Понятно, что налоговая система УРФ, ее структура и принципы построения, какие-то основы, базы мы, конечно, с вами дадим. А в дальнейшем учиться, учиться и учиться всю оставшуюся жизнь. То есть различные формы обучения наш учебный комплекс представляет. Можете, да, опять-таки, может быть, связаться с нашими администраторами и уточнить. Коллеги, а теперь про материалы. Все они находятся на странице нашего мастер-класса. По активной гиперссылочке вы можете пройти. И если слайды вам нужны, пожалуйста, скачайте. Также я активно, у меня есть электронная почта esankinospecialist.ru. У вас эта электронная почта есть в личном кабинете. Но если вдруг что, да, я вот прям ее сейчас пишу. esankinospecialist.ru. Если вдруг там что-то не получается или, может быть, не знаю, вдруг кто-то посмотрит это видео, у кого нет возможности войти в личный кабинет, пишите. С удовольствием пришлю все материалы, которые здесь вам показала. Ну, а на странице группы у вас очень скоро будет доступна активная оранжевая кнопочка записи, на которую вы можете нажать и посмотреть запись нашего мастер-класса сколько хотите раз. Но доступна она будет не более полугода. Уважаемые коллеги, жду от вас вопросов. Перед вами контакты нашего учебного комплекса. Так, ну что, вопросов нет? Спасибо всем тогда большое. До новых встреч. До новых встреч.